Тесто бежит по разогретой ленте, потом автомат его режет и сворачивает в трубочку. Но на коробке напишут «ручная работа». Жарили его явно не руками, жарили его на барабане. Пожарить на автомате, а выдать за хендмейт – популярный кризисный обман, признается шеф-повар Григорий Мосин. Но компании экономят на качестве не только изготовления, но и самих продуктов. Вот на упаковке написано «творог». На вкус? Пожуем, узнаем. Но это не творог, это вот клейстер. Для экспертной оценки мы купили четыре вида замороженных блинов – подороже и подешевле. Блин резиновый. О вкусовых впечатлениях он мог бы и не говорить, все на лице написано. Но один из четырех блинчиков, не самый дорогой, кстати, все-таки удостоился фразы «есть можно». Прямо, прям зачет. Как показывают исследования, чаще всего покупают полуфабрикаты мясные. Вот, например, пельмени. Но как узнать, что там внутри, из чего на самом деле сделан фарш? Не продают ли нам воду по цене мяса? И есть ли вообще мясо в этом фарше? Технологии сегодня такие, что на вкус это и не определишь. С мясными полуфабрикатами – самая большая проблема. Тут должна насторожить цена. Не могут они быть дешевыми, если само мясо дорогое. До 80% мясных полуфабрикатов имеют признаки фальсификации, такие как замена сырья, добавление влагоудерживающих агентов. Технолог Марина Черкасова никогда не покупает котлеты в супермаркетах. Она слишком хорошо знает, как их готовят. Вот эта шкура, вот эта вот обрезь мясная пойдет в котлету. Добавим обрезки говядины, но самое главное – мясо в замороженных полуфабрикатах – соя. Консистенция будет упругая, аромат будет сохранен, а объем уже увеличивается. Соя мгновенно превращает 200 граммов мяса в полкило. Осталось только приправить. Я добавлю туда же глютамат натрия. Он раскроет вот эти все ароматы, запахи. Еще я добавлю немножечко каррагинана, который удержит влагу. Вот такой порошок синтетический с запахом, гидрёным запахом чеснока. Его тоже добавляю. Никакой рецептуры, почти ничего натурального. Сплошные аналоги – это не котлета. Но чем докажешь? Отличная котлета. Да, но нечестная. Спор о вреде пищевых добавок бесконечный. Но большинство диетологов уверено – лучше не рисковать. Это примерно как дать детям или взрослым автомат и сказать, возможно, он заряжен. Ученые возражают – за всю жизнь не съесть столько добавок, сколько нужно для серьезных заболеваний. Другое дело, что мясо и вкус мяса – это разные вещи. Опасность здесь представляется для кошелька человека, но не для жизни. Мы не получим ожидаемое. Да, это в какой-то мере обман потребителя. В этом подмосковном фермерском хозяйстве своих покупателей вот уж точно знают в лицо. Так их немного. Но тонны пельменей руками и не налепишь. В составе только мяса, никакой химии. И срок хранения у них всего месяц. С такими данными на прилавок супермаркета не попасть. В магазине нет. Почему? Потому что мы не готовим товар массового производства. Ритейлер сегодня работает не на качество, а на продажу. Но если фермерских полуфабрикатов взять негде, выход один – купить самому продукты и все приготовить дома. Андрей Гордеев, Кристина Гершвельт, Кирилл Саенко и Степан Лисакович. Итоги дня.